Прочитала статью в Guardian про то, как нам всем не хватает сна. Интервью с директором лаборатории сна в Калифорнийском университете, нейрофизиологом, который рассказывает, как недостаток сна губит человечество и приводит его к ожирению, альцгеймеру, раку и повышенной агрессии. Самая тема для начала рабочей недели – как нам всем надо больше спать. Медицинская основа под этим, понятно, недоступна моему пониманию, поскольку это не моя специальность, но это совершенно не первая такая публикация, которая мне попадается. Очень активно, может быть, вы тоже все слышали, пропагандируется та идея, что вот мы все, значит, след-deprived, всем сна не хватает, должно быть на самом деле 8-9 часов, что сон убивает гаджеты, постоянная освещенность, из-за этого мелатонин не вырабатывается, значит, угнетается, а недостаток сна влияет на деятельность мозга страшно отрицательным образом и как-то угнетает выработку тех клеток, которые потом должны раковые клетки ваши, значит, уничтожать. И что на самом деле это миф о том, что с возрастом людям нужно меньше сна, ничего не меньше, просто они раньше просыпаются. А если пожилые люди мало спят, то от этого у них деменция, значит, развивается ужасными темпами. Так вот, не углубляясь в медицинскую сторону всего этого вопроса, я вполне верю, что это все правда и так и есть. Меня это интересует, как всегда, социально-политический аспект. Какой в этом социально-политический аспект есть? Вообще, одна из ключевых проблем нашего времени для стран Первого мира, как осуществить переход обществ на совершенно другой режим работы, чем нежели тот, к которому они привыкли в ходе промышленной революции и, соответственно, промышленной революции, наступившей после него, тогда как вся наша нравственная система подстроена ровно под это. А именно, значит, под то, что человек должен много-много часов работать. И в этом его слава, так сказать, сила, успех и состоятельность. Мы все считаем, что там, наоборот, значит, рано просыпаться, поздно ложиться, ночью трудиться, это почетно и здорово, а сказать, да я тут проспал 9 часов ради своего здоровья, это как-то стыдно. Так вот, наступает время, когда человеческий труд в такой форме, форме хождения на производство и там тем более, значит, крестьянского труда, он потихонечку отмирает. И если это формулировать совсем в, так сказать, циничной форме, циничная форма принадлежит не мне, а лорду Роберту Скидельскому, чью лекцию я однажды слушала, он такой бывший член британского парламента, экономист, неокинсианец. Так вот он сказал, с цинизмом, который могут позволить все это у канглосаксы, даже если они поляки, что основная задача новой эпохи – это научить народ жить так, как раньше жила только аристократия, и при этом не рехнуться. Значит, имеется в виду, что для того, чтобы не работать так, как привыкли работать, трудящиеся классы, и при этом не впасть в аддикции, депрессии, суицидальные настроения и так далее, нужно как-то перестроить людям мозги довольно сильно. Потому что все исследования, которые мы имеем, они показывают, что, например, безработные очень сильно страдают от всего перечисленного, причем вне зависимости от того, есть у них деньги или нет. То есть если сравнивать две группы людей, одни безработные с пособиями, другие работают за ту же сумму, то те, которые работают, будут лучше себя чувствовать, а те, которые не работают, начинают очень быстро, гораздо быстрее, чем у них заканчиваются деньги, страдать ровно от этого. Они начинают пить и употреблять наркотики, они начинают совершать преступления, они начинают пытаться убить себя, потому что они теряют смысл жизни, привязку к социуму и вообще не знают, как им себя занять. А вот теперь представьте себе, что этот самый 8-часовой рабочий день вообще исчезает. И людям надо как-то объяснить, чем заниматься остальное время, тогда как у них нет никакой культуры, отдыха, творчества, что-то там такого в этом роде, к вопросу об аристократии. Еще раз повторю, это не моя формулировка, для меня она слишком, я бы сказала, неполиткорректная. Так вот, и теперь, если мы посмотрим под этим углом, что происходит, то мы увидим, как довольно много с разных концов новых идей, которые внушаются людям под разными видами, ровно клонится к этому. Ну вот, например, всем надо спать. Не абы как вот типа надо, а вот прям вот надо, надо доктор прописал. То есть можно эту повышенную праздность прописывать людям как лекарство, как обязательное какое-то предписание заради их здоровья и жизни. Под это тут же подводится экономическая база, что вот, каждый потерянный час сна стоит нашей экономике страшных денег с целью потом лечить этих граждан и компенсировать убытки, которые причиняет их плохая работа, потому что они недоспали, плохо концентрируются, агрессивные. Дети от недосыпа становятся более злобными и склонны как-то бурить своих сверстников. Подростки начинают быть одержимы суицидальными тенденциями. Здравствуйте, Никит, и разбуди меня в 4.20. Опять же, это все может быть на самом деле правда, более того, я верю, что это правда. Но мы сейчас не этот аспект рассматриваем, а другой. Так вот, с одной стороны, всем будет медицински приписываться спать по 9 часов, а некоторым и побольше, потому что типа у вас, скажут, доктор, потребности повышенные. Второй момент, который меня в этом отношении интересует, это новые разговоры о том, что главный враг здоровья и проводник ожирения, это вовсе не жир, как считалось на предыдущей стадии человечества, а сахар. Что тут важно? Опять же, в прошлой итерации считалось, что жир у нас образует дебляшки ортосклеротические, значит, способствует инсульту, инфаркту, поэтому надо есть обезжиренные продукты, заменять масло маргарином и, соответственно, всякие low-fat, вот эти молочные продукты, например, употреблять. Это было выгодно кому? Промышленным производителям вот этой всей искусственной еды. Они нажились свое, продолжают наживаться, еще на самом деле будут, поскольку все эти революции совершаются довольно долгой и постепенно в массовом сознании. Теперь говорят, нет, это все яд, там страшные трансжиры, а наоборот масло надо есть, маргарин не надо. И ни в коем случае нельзя есть готовую еду, промышленно изготовленную, то есть ту, которую только разморозил и съел, чем питается значительное количество у населения городов, потому что в ней везде добавлен сахар и эти самые трансжиры. А надо что делать? Надо готовить самим из базовых продуктов. То есть вот взял мясо, капусту, картошку, изготовил, съел сахара, не добавил. Тогда будешь жить долго и счастливо. Ожирение, кстати, упоминается и в этих самых разговорах о депривации сна тоже, поскольку это нынче сильный мотив у всех всех это похудеть. Поэтому если людям говорить, что ты будешь спать дольше и во сне похудеешь, то это будет для них гораздо более привлекательно, чем любой другой аргумент. Так вот, к чему тут, собственно говоря, экономика посттруда? К тому, что я думаю, что если нельзя людям дать всем работу, потому что больше нет у них, нету столько работы для них, то можно сделать работой то, что ей раньше не считалось. То есть, например, говорить о том, что изготовление еды для своего семейства и для себя на дому из этих самых базовых продуктов является общественно полезной деятельностью, поскольку оно экономит нам 122% ВВП, который иначе будет тратиться на лечение тех, кто обожрался пиццей, растолстел и умер. Поэтому вам будет выдаваться каким-то там, не знаю, оплачиваться это будет, например, будет вам выдаваться эта самая корзина базовых полезных продуктов, вы будете ее из ничем изготовить, фотографировать, отсылать в систему активный гражданин, и вам за это будут баллы капать, например, таким вот каким-нибудь способом. В общем, все это вместе, если опять же смотреть на это под этим, соглашусь, несколько извращенным углом, но на то нужны профильные специалисты, чтобы смотреть под своим углом на все, что происходит, то как-то вот к этому оно и сводится. Потому что, смотрите, подходы к этому, так сказать, снаряду, они в общем делались. Были попытки внушить европейскому человеку, что он слишком подвергается стрессу, слишком быстро бежит, слишком к чему-то стремится, а он должен заниматься йогой, медитацией, значит, восточную мудрость поглощать и думать о вечном. Это не очень сильно получилось, потому что все-таки, опять же, наша европейская цивилизация, она интенсивная. И экстенсивная, она строится на успехе достижений, на том, что побежал, догнал, вот, ощутил, значит, счастье, победы, вот это вот все. А тут вдруг, понимаешь, работа кончилась. Как быть? Как, опять же, вернусь к своему исходному тезису? Научить всех жить так, как раньше жила только аристократия. Еще не вся аристократия справлялась с этим тяжким трудом. А, кстати говоря, вернувшись к этому самому, к этой мысли, надо сказать, каким образом праздные классы, так называемые праздные классы раньше, да, в традиционном обществе, как они-то справлялись со своей праздностью? А их основным занятием была война. Поэтому они были такие праздные и не ощущали чувства вины по этому поводу. Потому что они там еле перевеселились, пользовались трудами эксплуатируемых ими крестьян, но зато были готовы в любой момент пойти и убивать, и быть убитыми. Поэтому война была оправданием этой самой праздности. А нам на нынешнем этапе развития цивилизации надо придумать что-то, что одновременно человека сделает право в глазах самого себя, потому что, как писал Толстой в «Войне и мире», после изгнания Израиля человек может быть празден и при этом доволен, он чувствует вину. Вот как убрать чувства вины, а при этом придумать всем занятия, которые не являются убийством. Вот так вот, перед этой сложной проблемой стоит человечество. Так, я не знаю, что там написано, я совершенно не отвечаю за вот это вот все, что там написано. Ой, боже мой, а почему рыбка нарисована? Что это обозначает? Это рыбный канал. Треска-канал. Код-канал. Да, а почему? Помнишь, ты треску здесь резала? А, да, я здесь резала треску, совершенно верно. Теперь все забыл. Да, правда, правда, был такой. Мне потом сказали, что это не просто я режу треску, а что это аллюзия на сцену в первом сезоне «Игры престолов», когда Тайвин Ланнестер, который, по моему опыту, общения с российскими госслужащими является идеалом государственного деятеля для русского чиновника, жалко его убили в первом сезоне, так вот, он там, значит, препарирует какого-то убитого им оленя, в таком, находясь кожаном фартуке, и одновременно учит своего старшего сына Джейми каким-то там будростью. Семья, мол, прежде всего. Что-то такое в этом роде. Это похоже на треску-то вообще? Ну, идея трески. Это идея, это хорошо. Стресковость, как-то мы фотом. До свидания.